Итак, всем привет! В данном ролике мы вновь поработаем с интерфейсом Unity и уже более подробно остановимся на самих спрайтах. То есть разберем, какие у них есть параметры, а также инструменты по работе с ними. Также для данного ролика я подготовил какую-нибудь небольшую панельку, то есть дублировал просто главную панель из предыдущих уроков и, соответственно, немножко поменял ее содержание. И также я подгрузил в проект так называемый Atlas Textures. Выглядит он следующим образом. То есть часто при разработке интерфейсов как раз иконки различных кнопок их закидывают не по отдельности, а объединяют вот такие вот большие атласы. И как раз разберемся, как разбить уже данный атлас на отдельно составляющие уже в самом движке. Итак, для этого нам нужно в первую очередь подключить данный инструмент, поэтому на вкладке Windows открываем Package Manager. И там на вкладке Unity Registry находим сверху вкладку 2D. И, соответственно, нужно скачать ассет или плагин, который называется 2D Sprite. В правом нижнем углу у вас будет кнопка Install, соответственно, устанавливаем данный плагин. И дальше перейдем к настройкам самого атласа спрайтов. Выделим его в файлах проекта и посмотрим, какие у него есть параметры. В первую очередь нам нужно, конечно, указать, что это у нас непосредственно спрайт. Поэтому Texture Type, то есть тип текстуры, мы убираем в спрайт. Можем сразу же, в принципе, применить. Нажать Apply в правом нижнем углу. И дальше у нас как раз есть параметр Sprite Mode, который отвечает за то, это у нас будет один цельный спрайт, либо это как раз у нас атлас спрайтов. И в данном случае нам нужно выбрать как раз режим Multiply. После чего нам нужно снова применить настройки и как раз открыть спрайт-эдитор, который мы и установили. В данном случае у нас открывается дополнительное окно для работы с атласом как раз спрайтов. И теперь нам нужно всего лишь нарезать данную такую большую текстуру на отдельные маленькие спрайты. Для этого у нас есть в левом верхнем углу вкладка Slice. И мы можем выбрать один из видов нарезки. То есть первый режим Automatic, соответственно, он попробует нам автоматически нарезать их по, соответственно, границе. Ну давайте оставим все помолчая, нажмем просто Slice. И вот таким образом видим, что у нас появились огранки у наших спрайтов. То есть сейчас мы их будем выделять. То есть у нас подсвечиваются дополнительные как раз оси. И в правом нижнем углу у нас есть информация о данных спрайтах. Ну так сказать, подспрайтах. То есть у каждого такого подспрайта есть имя, есть его позиции, размеры и границы. И таким образом он уже попробовал автоматически нам создать спрайты для некоторых, так сказать, элементов. Но некоторые из них он все-таки определил неправильно. То есть, допустим, здесь видим, что он у нас захватил лишнюю пустую область. Соответственно, дальше мы уже можем просто вручную подвинуть данные границы и подрегулировать спрайты так, как нам нужно. После того, как вы установили правильно все границы спрайтов, нам нужно применить все изменения, чтобы эти спрайты уже появились у нас непосредственно в файлах проекта. Для этого нажимаем в правом верхнем углу кнопку Apply. И после этого у нас наш атлас спрайтов, у него появляется стрелочка. И видим, что у нас появились как раз все вот эти отдельные спрайты. Ну давайте, например, попробуем изменить спрайт у кнопки номер один. Поэтому я выделю данную кнопку и в компоненте Image заменю, соответственно, просто спрайт. То есть, можно найти его здесь в списке, можно просто перетянуть его из данного атласа. В данном случае, вот мне нужен вот этот спрайт 0. И вот таким образом мы, в принципе, можем нарезать вот такие вот атласы спрайтов. Давайте еще раз откроем Sprite Editor и посмотрим, какие еще здесь есть варианты нарезки. То есть, кроме того, что у нас есть автоматический режим, у нас есть режим, например, разбитие атласа на ячейки. То есть, мы можем задавать конкретный размер ячеек. То есть, в данном случае видим, что у нас будет очень много таких маленьких спрайтов. Допустим, я могу поставить размер их побольше. 256 на 256. И после чего, например, снова я нажму Slice. И вот теперь видим, что у нас наш атлас разбился на одинаковые спрайты соответствующих размеров. То есть, это удобно, когда у вас непосредственно иконки на атласе находятся в равных позициях. То есть, именно находятся в ячейках. Следующий режим Grid by Sale Count. Здесь, соответственно, мы указываем не размер ячеек, а их количество. Допустим, я могу указать 4 на 4. Соответственно, у меня будет 16 спрайтов. Одинаковых, опять же, размеров. Но также мы можем создавать данные спрайты вручную. То есть, нарезать их. Допустим, здесь у нас как раз появился такой большой спрайт. А здесь у меня для двух спрайтов, соответственно, границы не создались. Соответственно, для того, чтобы создать новый спрайт, я могу просто как раз потянуть левой кнопкой мыши. И прямоугольной областью создать новый спрайт. И кроме того, что у нас у спрайтов есть общие границы, у нас также есть у них еще так называемые области масштабирования. То есть, давайте покажу, как это, в принципе, работает. Давайте, наверное, я сейчас применять не буду. Изменения. И просто скопирую данный спрайт один раз. То есть, здесь у нас все то же самое. И давайте для второй кнопки накинем тот же самый спрайт уже из дубликата. То есть, вот таким образом у нас сейчас две кнопки. И у них два одинаковых спрайта. Ну, а сейчас у второго, так сказать, дубликата я немножко изменю настройки. А именно, установлю так называемые границы. Вот этот параметр border. То есть, в данном случае я потяну за вот зеленые квадратики. И утяну их немножко к центру. Чтобы вот эти боковые области у меня не захватывались. И как раз сейчас применю также параметр. Вот. И давайте посмотрим на то, как у нас выглядят наши кнопки. Исходные спрайты у нас идут в более меньшем разрешении. То есть, если мы сейчас в параметре image укажем галочку preserve aspect, они у нас, соответственно, сожмутся. А допустим, я хочу, чтобы у меня кнопка была, соответственно, вот так растянута. Но при этом она сама по себе у меня не растягивалась. То есть, здесь видно, что на кончиках вот этого спрайта у нас вот эти углы, они растягиваются. Выглядит это не очень. Но если я сейчас у второй кнопки выберу режим не simple, а sliced, то видим, что у нас боковушки, они у нас не растягиваются. А растягиваются только у нас центральная часть. И как раз за счет вот этих границ мы здесь и указали, что вот эту центральную часть мы можем растягивать сколько угодно, а вот эти боковушки мы при масштабировании никак не растягиваем. И как раз это позволяет нам задавать, в принципе, любой размер нашим там тем же кнопкам, либо каким-то картинкам, и при этом не создавать отдельные спрайты уже там в том же Adlas. И напоследок хотел бы рассказать еще один момент по поводу самих спрайтов, а именно их разрешения. То есть, если мы сейчас выделим спрайт и посмотрим в правую нижнюю углу, то видим, что у него разрешение 2048 на 1463. То есть, у нас степень вот этой высоты спрайта не равна степени двойки. И из-за этого у нас размер данного спрайта, видим, что у нас здесь занимает порядка 11 мегабайт. Здесь справа у меня тот же самый спрайт, но он уже у меня размещен в разрешении 2048 на 1024. И видим, что здесь уже размер 2 мегабайта. Это связано с тем, что уже для данного спрайта работают алгоритмы сжатия. И таким образом размер вот этого Adlas'а спрайтов оптимизируется. И, наверное, это все, что я хотел бы рассказать про работу с интерфейсом в Unity. Наверное, отдельно бы отметил, что все-таки самое важное, на мой взгляд, это сделать интерфейс адаптивным, чтобы он одинаково, хорошо и корректно смотрелся при любом разрешении. То есть, особенно это важно, когда вы разрабатываете, например, интерфейс для мобильных игр, поскольку мобильные устройства бывают в самых разных разрешений. В случае с компьютером там идут обычно стандартный Full HD 16.9. Вот, а на этом я буду заканчивать, поэтому всем удачи и пока!